Праздники давали повод отдохнуть и расслабиться, но некоторые, увы, не знали в этом мера. В новогодние выходные на белгородских дорогах госавтоинспекторы поймали 168 пьяных водителей. Только представьте, в среднем больше 20 каждый день. При этом каждый 14-й из пойманных за рулем в нетрезвом виде уже лишался прав за аналогичное нарушение. В отношении тех водителей, которые были задержаны при управлении транспортным средством в состоянии опьянения, либо же отказались от прохождения освидетельствования, материалы для рассмотрения будут направлены в мировой суд. И им грозит лишение права управления на сроком от полутора до двух лет, а также административный штраф в сумме 30 тысяч рублей. В отношении же водителей, которые были задержаны за повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, или же отказ от прохождения медосвидетельствования, уже будут приняты меры уголовной ответственности. Рейды ГИБДД по поиску нетрезвых водителей продолжатся. Всего же за праздничные дни было оштрафовано почти 3,5 тысячи нарушителей правил дорожного движения. Такая безответственность не обошлась без последствий. С 1 января в регионе произошло 23 аварии. Два человека погибли, 28 получили травмы. Это при том, что настоящей зимы-то пока еще и не было. Одно из трагических ДТП произошло 3 января в Волоконовском районе. Около 6 утра там столкнулись Кеа и КамАЗ. 21-летний водитель легковушки погиб на месте. По предварительным данным, он превысил скорость, не справился с управлением и вылетел навстречу. Еще одна смертельная авария произошла вечером 7 января в Ивнянском районе. Там на неосвещенной дороге Тойота сбила двух пешеходов. Они шли по обочине, в одежде, без цветовозвращающих элементов. Пожилой мужчина скончался на месте. Второй пешеход попал в больницу. Продолжение следует...